Сегодня был задан вопрос, мне интересный. Все, говорит, понимаю, внедрить не могу. Все, говорит, понимаю, внедрить не могу. В свою жизнь. То есть, как это сделать? Знаете, вот, это не первый человек, который я встречаю, который все вроде понимает, что я ему вещаю, и другие люди говорят, но он не может внедрить это в свою жизнь. И действительно, я сам потратил несколько лет своей жизни на то, чтобы отделить зерна от плевел. Все это, на самом деле, делается очень просто. Еще раз напомню, что все мы пользуемся пятью органами чувств. Я все-таки склонен к тому, что пока мы люди, ничто человеческое нам не чуждо. И поэтому, в первую очередь, мы должны определиться с тем, что нам нравится в этой жизни. Как это сделать? Очень просто. Сначала мы должны спросить себя. Что нам хочется сделать в этой жизни? Ну, допустим, кем я хочу работать? Или с кем и как я хочу жить? Или где я хочу жить? Как я хочу жить? И в первую очередь, всегда в голове возникают какие-то образы и мысли. И многие люди могут на протяжении всей жизни жить в Новоурюбинске, работать с лесовем, причем, заметьте, я не вижу в этом ничего плохого. И жить с женой Глашей всю свою жизнь, воспитывать детей, которые, когда вырастут, уйдут из семьи. И спокойненько перейти на пенсию, завести дачу и жить на ней, на этой даче. Все вроде классно, обычная, стандартная жизнь. Но, за учетом того, что этот человек хотел жить не в Урюбинске, а на побережье Черного моря. Что этот человек хотел жить не с Глашей, а с Федей. Или, допустим, с Глашей, Дашей и Машей. Или, допустим, вообще ни с кем не хотел жить. Да, ему эта семья до лампочки. Он хотел работать не с лесарем, а быть художником. И, на самом деле, я знаю множество людей, которые живут именно так. То есть, они живут в определенном месте, занимаются определенной работой, но сами этого не хотят. И когда им говоришь, а что ж ты, мол, не исполнишь мечту свою. Да, это как-то, знаешь, это как-то неправильно. Видишь, все же живут семейными парами. А я хочу с Глашей и Дашей. То есть, что это такое? Это же неправильно. Это моя мечта. Или там, ну понимаешь, чтобы жить на берегу Черного моря, нужно, чтобы много денег у тебя было. Чтобы ты выкупил участок, построил дом. А сейчас на море никого не купишь, бесплатно участок не найдешь. Где я буду жить? И он будет на сраной квартире съемной в Урюбинске жить. Вместо того, чтобы жить там, где он хочет. И он, знаете, говорит, а, не лапай мою мечту руками. Я там мечтаю, когда спать ложусь, там на работе. Когда, там, не знаю, ковыряюсь отверткой в определенном месте. Потому что я работаю на дядю. И всю работу, в принципе, я могу выполнить там за пару часов. Но я сижу и ковыряюсь этой отверткой, чтобы скоротать время. И вот таких людей я не то, что не понимаю. Я не понимаю, когда они начинают ныть. То есть, как мне попасть на море, стать художником и так далее. То есть, исполнить все свои мечты. И, на мой взгляд, тут все очень просто. Если ты хочешь стать художником, для начала нужно нарисовать картину. Я уже приводил пример, когда мне казалось, что я стал бы, и хотел этим зарабатывать на жизнь, суперрезчиком по дереву. Пока я не попробовал резать по дереву. Как только я попробовал резать по дереву, я сказал, да не очень-то и охота. Мне не понравилось. Настолько, чтобы заниматься этим изо дня в день. На самом деле, все в этой жизни нужно попробовать. И многие люди начинают останавливать других. Они говорят, зачем ты выпиваешь алкоголь, или зачем ты куришь, или зачем ты... Да, значит... Или зачем ты, там, я не знаю... Работаешь на дядю, когда можно попробовать MLM-бизнес. И каждый раз люди пытаются друг на друга воздействовать каким-то образом. Понимаете, если человек на данный момент курит, пьет, или он слесарь, и ему это нравится, никогда не трогайте этого человека. Почему? Он это пробует. Он это пробует. Если у него уже... Вот он не может бросить бухать, и он тебя слезно умоляет, помоги мне. Вот тогда ты можешь поставить ему условия и сказать, я тебе помогу, если ты будешь слушать меня на 100%. Но пока человек пробует, он хочет так жить. И, на мой взгляд, человеку никогда не поможешь, пока он сам этого не захочет. А когда он захочет, он попросит. А когда он попросит, ему дадут. И вот, на мой взгляд, человек должен попробовать все, что ему приходит в голову. Единственная оговорка, оказия, да, он должен знать, что обязательно за это будет причина-следственная связь. То есть, если, допустим, многие говорят, а вот что теперь, если он захочет убить человека, ему, мол, можно убить человека, пусть убьет, если он так хочет. Но за это он сядет в тюрьму, поломает всю свою жизнь и так далее. Или его потом убьют. То есть, прикол в том, что причина-следственная связь, она всегда работает. Я не говорю, что давайте делать что угодно, и за это нам ничего не будет. Я всегда, наоборот, говорил, что всегда нам все будет. Причина-следственная связь есть. И если ты, допустим, ишь, я не боюсь остаться один в этой жизни, то будь готов к тому, что ты когда-нибудь останешься один в этой жизни. И вот если ты этот урок выдержишь, ты скажешь, а, ну и что, мне пофигу. То значит, этот урок пройден. А если ты сейчас стопоришься на каком-то сраном уроке и не можешь его пройти, значит, ты его не можешь принять. И многие люди стопорятся на этом, просто не слушая себя. И не проверяя, и не внедряя это в свою жизнь. Они где-то в голове живут на море, работают художниками, путешествуют по Европе и так далее. Но все это делают они только в своей голове. Второй фактор, который мешает человеку достичь своей цели, это вау-эффект. Многие люди, придумав, что они, допустим, жить должны на море и стать художниками, после нескольких попыток тут же сразу сдаются. Они говорят, а, нет, картины у меня не получается рисовать, и на море я узнавал, переезжать нереально. Как правило, такие люди после таких попыток, они вообще перестают что-то хотеть и делать. Они говорят, я пробовал, не получилось. Это вот еще одни из тех инфантильных людей, которые, скажем, которые не прошли свои уроки. Они говорят, я хочу жить на море, но там много сложностей. Понимаете, я в одном из видео говорил, что это вас должны просто останавливать, а вы должны придумывать, почему у вас это получится. Вы говорите, я хочу переехать на море. А вам говорят, а там дорогая земля. Ты говоришь, а я буду снимать жилье. А там дорого снимать жилье. А я найду такую работу для начала, чтобы там мне хватало снимать жилье. Или я там буду жить летом просто на пляже, потому что я попробую там пожить три месяца. И я перееду в мир. А что делать с твоей квартирой? А я свою квартиру буду сдавать, допустим, если у него есть квартира. Если у него нет квартиры, говорит, а я буду жить в палатке. И за это денег не берут. Понимаете, многие люди просто боятся попасть, скажем, в ситуацию иначе. Вот одна моя знакомая, она говорит, я решила переехать на море. Приехал на море и пошла, говорит, иду, иду. Потом захожу, смотрю, стоит отель. Я захожу, говорит, а вам работник не нужен? Он говорит, да, нужен. Она устроилась работать, работает, получает зарплату такую некислую. И работает посменно. Живет на море, работает посменно и получает нормальную зарплату. Вообще ни о чем. То есть человек приехал, а другой думает, нет, это должно все так просто не пройти. Он написал десятки резюме, там было сотни приключений и так далее. Об этом Зелан сам, знаете, пишет. Но прикол в том, что этого всего можно добиться просто очень легко и просто. Но не за один день и не за одну неделю. Хотя можно и сразу. То есть если у вас есть такое прям все, как сказать, внутренняя легкость, да, когда вы говорите, а пофигу, все сделаю. Вы переедете и будете жить там, где вы хотите. И с тем, с кем хотите. И так, как вы хотите. Но, как правило, человек просто живет там, где он не хочет, постоянно обманывает в первую очередь самого себя. А потом уже в другую очередь обманывает других. И вот так проходит вся жизнь. Кто-то врет жене, кто-то врет детям, кто-то врет и жене, и детям, кто-то врет мужу. Потому что хочет жить так, но боится сказать это в открытую. Там, своим маме, папе, братьям, там, семье своей, или там, мужу, жене, детям. И постоянно живет для кого-то другого. Он говорит, ну, понимаете, нужно жить для других. И при этом он испытывает несчастье. И при этом он говняет тех, с кем живет. Он ругает своих детей. Он кричит на свою маму. Он там, я не знаю, постоянно со всеми срется и перечит им. И толку от этого никакого нет. Потому что человек сам по себе несчастен. И когда мне такие люди говорят, помоги мне, я спрашиваю, а чем я тебе могу помочь? Ну, посоветуй что-нибудь. Что посоветовать? Качай жопу. Качай жопу. А зачем качать жопу? Ну, не знаю, обстоятельства будут меняться в твоей жизни, а жопа накачанная останется. Совет? Совет. Он имеет отношение к твоей жизни? Нет. Поэтому, как я могу человеку дать какой-то совет, если он сам не хочет ничего делать по своей жизни. То есть, все просто. Нужно просто определить, что ты хочешь и делать это самое. Сюда же мы можем отнести этот вопрос, который мне задали в начале перископа. Как выйти из круга смертей, жизни и перерождений? Слышишь? Тебя сюда. Тебя сюда засунули по твоей собственной воле. Просто условия игры такие, что ты забываешь, для чего тебя сюда засунули. Но так все сюда попадают. И я, и ты, и он, и она. Все. Вспоминай. Как вспоминать? Очень просто. Спроси себя, что ты хочешь делать в этой жизни. Одному в этой жизни нравится, там, я не знаю, вырезать из дерева и все. Больше его ничего не интересует. Другого нравится, там, я не знаю, эпатажить людей. Он снимается в Доме-2, там, показывает жопы, там, в порнофильмах. Не знаю, что хочет, то и делает. Это его жизнь. Он так хочет. Значит, ему сейчас нужно пройти именно этот урок. А кто, как не ты, лучше всех знает, что ему сейчас нужно? Кто, как не ты? Я, что ли, знаю? Или дядя Федя, или тетя Мотя? То есть, никто не знает лучше, чем ты. Поэтому, вообще, все в мире давно описано. Яб как она. Все в мире давно описано. И написано. И подсказано. И все дело в том, что все учат, все ищут какие-то учения в надежде знать как можно больше. Вопрос мой. Нахрена вам это надо? Нахрена вам знать как можно больше, если вы не знаете, как построить отношения, в которых вы живете, в семье, допустим? Нахрена вам знать, как выйти из круга смертей и перерождений? Когда вы будете знать все в этом мире, вот так, у вас не будет проблем. И тогда вы сами сядете в позу лотоса, а может быть просто вот так. Короче, что-то скучно на вашей земле. Пойду-ка я на другие планеты или там, не знаю, в другое измерение вообще. Но пока вы каличи в земельном плане, пока вы здесь как дети, вы даже выжить не можете нормально, так как вам хочется. Вы живете так, как вам говорят тети-дяди. Вы живете так, как вам говорят стереотипы, в которых вы... Как ты живешь? Он говорит нормально. А почему? А меня так научили? Или я там сам что-то понял? Все люди живут, потому что их так стереотипы научили. Они думают. Ну подожди, вокруг меня все имеют одну жену. И одного мужа. Значит, это правильно. Потом раз мусульманин говорит, слышишь, у меня три жены, но зато им нельзя по другим бабам шпилювили, а мне можно. У него свой стереотип. И вы мне рассказываете, что вы там хотите выйти из круга смертей и перерождений, когда вы ни хрена не можете разобраться в своей собственной жизни, и вами командуют стереотипы, чужие дядьки, тетки и обстоятельства. Ребятушки, вы детки, вам нужно в садик. Вам нужно в садик. И вас привели в садик. Вы живите в этом садике и пробуйте научиться, как правильно какать, как правильно писать, как попочку мыть и вытирать, как сопельки свои подбирать, как не плакать, как шнурочки на ботиночках завязывать, как платьюшка одевать, как штанишеньки одевать, как новогодние масочки делать. Вот и учитесь, клейте поделочки, лепите пушки из пластилина. Потому что вы дети. Если бы вы были более-менее взрослыми, у вас как раз таки с этим проблем бы и не возникло. А чтобы стать взрослым, нужно все уметь. Вот моя мама про таких людей говорила, любая работа седьмой разряд. И я не боюсь ни переезжать, ни менять работу, ни страну, ни религию, ни ориентацию. Слава богу, правда, у меня нормальная гетеросексуальная. Я имею в виду стиль общения между одной, двумя, пятью, десятью и так далее. То есть смысл не в том, что я все умею, что умеют в этом мире, но я не боюсь ни за что браться. И если мне нужен какой-то новый конструктор, я беру эти детальки, разбираю их и собираю в тот порядок и в ту фигуру, которая мне сейчас нужна. Если у вас так не получается, то о каких смертях и перерождениях вам думать? О чем вам вообще думать? Вам нужно научиться лепить конструктор. Если вы не знаете, как он лепится, берите, изучайте. Берите анатомию, изучайте. Берите Лесли, изучайте. Берите психологию отношений, изучайте. Непонятно или чувствуете, что в учебнике написано не так, не думайте, что вы дурак. Думайте, что вы правы. Так, стоп. Ладно. Кончится интернет. Вырубится. Вот. Поэтому, если вам кажется, что вы живете не свою жизнь, вам не кажется. И для того, чтобы понять себя, нужно прожить свою жизнь, только и в силу. Вот и все, что я вам хотел сегодня сказать. Чтобы узнать себя, нужно прожить свою жизнь именно так, как вы хотите, несмотря на общественные стереотипы, устои, программы и так далее. И при этом, еще одна такая маленькая ремарочка, поправочка, очень важная, на мой взгляд. Я сам раньше так делал. Это обвинение всех и вся. Это система, она нас специально ломает. Это там, не знаю, это иллюминаты. Они нас порабощают. Это евреи. Это там, не знаю, заговор богов. Это там, ну короче, куча. Понимаете? Все всегда виноваты. Вот у меня в свое время был такой классный прикол в моей жизни. Я когда устроился в милицию одно время, мне нужно было стать чемпионом России. Ну я там типа хотел понтануться. Пообещал одним, что типа я у всех уиграю. Вот. И я устроился на работу в милицию, потому что там готовил как раз шеф мой чемпионов. То есть он очень профессиональный кинолог был. И чтобы стать чемпионом России, мне нужно было к нему на обучение попасть. И я ради этого устроился в милицию. Хотя до этого поклялся, что в силовые структуры больше устраиваться не буду. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что он мне однажды сказал. Были когда-то что-то соревнования. Я там лоханулся немножко. Не добрал количество баллов. И сидели мы, я тогда еще выпивал, с ребятами, которые со мной ездили, говорили. Вот если бы они проложили нормальный след, в нормальном месте. Если бы не было ветра, то что такое там. То есть мне проложили в открытом месте, а другой собаки не в открытой. Ну в общем находил десятки причин. И мы сидели. Знаете, есть такие мужики, которые правительство постоянно. Там бабки говорят, а это проститутка, Женька там. То есть, ну, которые всех всегда винят. И вот мы сидели с мужиками. И я такой, да, козлы. Вот из-за этого у меня сняли 20 баллов. Из-за которых я там сразу скатился там на третье место. И шеф потом уже, он слышал это. И мы с ним общались. И я тоже так зад... Вот если бы они след проложили, уже трезвый. Он сказал, отозвал меня в сторонку. Говорит, Костя, знаешь в чем прикол? Ты должен подготовить свою собаку так, чтобы ты пришел на след. И тебе похеру было, где они его проложили. Какой давности. И какие раздражители там были. Ты должен так отстреляться, что у тебя, у судей, у судей, по их правилам, без всяких... Так их вздрючить, чтобы у них даже не было возможности слова сказать. Что ты что-то сделал не так. Вот тогда, говорит, ты станешь настоящим чемпионом. А трындеть от маски, говорит, хочешь, иди, говорит, становись в их круг. Доставай, говорит, сигарету. Жахни стопарик. Иди обсуждай, почему ты в этот раз не стал чемпионом. Вот эти слова мне на всю жизнь, блин, вот сюда залезли. Что ведь действительно, если ты хочешь придумать десятки отмазок, ты их придумаешь для себя, для родителей. Ты в первую очередь для себя их придумываешь. Даже не для шефа, не для там кого-то. Ты для себя их придумаешь, чтобы себя оправдать. А ты сделай так, чтобы несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, загоровы, люминаты, система, чтобы ты взял и сделал без всякой агрессии. Легко, играючи, красиво. И вот тогда я смогу сказать, что ты профессионал. И тогда ты сам подумаешь, что мне уже здесь ловить нехрен. И выйду-ка я из круга смертей и перерождений. А с другой стороны, я по себе уже могу сказать, что я, наоборот, здесь прикольно. Это такой классный детский сад, что когда вы потом попадете в школу, вы скажете, блин, как же клево было в детском саду, хочу обратно. Поэтому, дорогие мои понторезы, для того, чтобы быть, а не казаться, нужно быть, а не казаться. Это автология, но она верна. Всем спасибо, пока.